Девушки отдыхают Спустя полгода о нем жена Людмила Оказалось, что она совсем не была надежной и любящей подругой жизни И в тюрьму к нему не приходила А потом интервью давал, что у меня не все в порядке с головой Муж Тамары Рохлиной был застрелен на даче Она была в соседней комнате В убийстве обвинили ее В конце 90-х запахло разводом в семье Александра и Инны Лебедь Лебедушка, как называл жену красноярский губернатор, узнала об измене Эта женщина, он ее очень хорошо заприметил Уговорил ее остаться в Красноярске Она осталась Ему отказать было невозможно Им завидовала вся Россия В голодные сумасшедшие годы они жили в достатке Их мужья были на вершине власти Но быть кремлевской женой было очень трудно И часто просто страшно Главной кремлевской женой 90-х была Наина Ельцина И она вспоминает президентский марафон как ежедневный риск для жизни Быть женой президента это очень тяжелый труд Тут неважно, плохо ты себя чувствуешь, хорошо ты себя чувствуешь Это никому нет дела Борис и Наина Ельцины могли за три дня посетить четыре страны И один сумасшедший вояж Жена первого президента России не забудет никогда Италия, Германия, Америка, Англия Разные часовые пояса Несколько дней без сна И очень напряженная программа Когда мы прилетели в Англию И вот я сижу Там с пруку премьеры Значит вот там несколько женщин было И я сижу, я просто проваливаюсь Знаете, вот я слушаю и проваливаюсь Я вот засыпаю Я ей задавала как-то вопрос Я говорю, Наочка, ну как ты выдерживаешь вот эти полеты и прочее Мне говорят, а что делать? Ну наколит, наколит меня, забросит, вышел в самолет И на этом хорош Но несмотря на усталость и собственные болезни Для Наины Иосифовны всегда на первом месте было состояние мужа У него было больное сердце И все девяностые его били инфаркты За президентом всегда летала огромная бригада реаниматологов Все сделай хорошо Я много доброго тебе Эта фотография сделана во время ужина Ельцина с Шираком Ельцин тогда вдруг схватил бутафорский царский посох И так строго на супе брови Говорит, что сожи или нет сожи Аж Наина Иосифовна не то что испугалась Но как-то от неожиданности вздрогнула Когда он ходил в Рашию, его сложно было урезонить Несмотря на огромную нагрузку Ельцин совсем не хотел придерживаться здорового образа жизни Наина служила его здоровью, что было очень трудно И конечно она была мученица, потому что оно хочет пить Попробуй его остановить Своё поведение в Германии в 94-м Ельцин честно объяснил в книге «Президентский марафон» Выпил больше, чем можно, чтобы справиться со стрессом В октябре 93-го у него хотели вырвать власть И он очень долго не мог отойти от тех страшных событий Он применил танки В современной истории никто до этого не додумался Первый снаряд прилетел в мой кабинет Я как раз вышел из кабинета умыться Александр Руцкой в 93-м потерял должность вице-президента Потом свободу Его отправили на 7 месяцев в тюрьму А потом жену Людмила считала, что затеяв государственный переворот Её муж совершает преступление И встала на сторону Ельцина Она была Людмила очень подавленная И она сказала, что считает своего мужа неправым Что он поступил неправильно Мне тогда показалось, что она так говорила Как будто бы она от него отрекается Людмила была второй женой Руцкого Ради неё Александр оставил первую жену Нелли и сына Когда они познакомились с Руцким Он всегда говорил Какая же ты у меня изящная Какая ты у меня интеллигентная Какая ты у меня замечательная Ну, что, впрочем, не помешало ему лет через 10 Сказать, что ты необразованная Ты дура, ты домохозяйка И я тебя стесняюсь Отношения супругов стали портиться Когда Руцкого отправили служить в Афганистан Жёны за нашими офицерами поехать не могли На этой страшной войне им, конечно, было не место И доброжелатели вскоре донесли Людмиле Руцкой завёл себе ППЖ Поход на полевую жену Сообщили ей об этом по телефону Я сказала, ну что, бывают походы на полевые жёны Почему бы не в этом случае Руцкой каждый день совершал боевые вылеты Всего их было 600 И мог вернуться на родину в виде груза 200 В 84-м году Маджахеды сбили его самолёт Из зенитной горной установки А дальше Тянул к своим Поздно катапультировался Весь переломался А дальше бега Неделю бегал Уходил от преследования А дальше ранение в затылок Очнулся, когда как барана Несли на палки Ноги связаны, руки связаны А потом повесили на дыбу Когда Александр Руцкой вернулся на родину То весил 42 килограмма И в 37 выглядел на 80 лет Жена, конечно, не стала говорить с ним Об изменах и ППЖ Все силы Людмила бросила на то Чтобы выходить покалеченного мужа Который вернулся к ней просто из ада Она переживала все эти ситуации Она болела им буквально Она переживала каждый его шаг И каждую его победу В конце 80-х Руцкой попытался стать депутатом Но в первый раз ничего не вышло Но потом он смог получить советный мандат А в 91-м подставил плечо Борису Ельцину Поддержал его во время ГКЧП Генералы, которые пришли к власти в 90-е Были особой породой политических деятелей У них была крепкая нервная система Никогда не мучила депрессия Все стрессы они снимали в бане с водкой Штатские государственные деятели Называли их презрительно сапогами Но вынуждены были с ними мириться Политическая элита того времени Была заинтересована в генералах В героях Арганской войны В героях Чеченской войны Поэтому она привлекала их на свою сторону Но как только генералы Исполняли свою роль Их тут же выбрасывали Штатские завидовали выдержке, напору И лошадиному здоровью генералов Гайдар столько выпить с президентом Как это мог сделать Павел Грачев Конечно никогда бы не смог Но сам Ельцин был при этом Тяжело больным человеком Он когда стал на политбюро присутствовать Он по четвергам вообще приходил Буквально больным человеком Когда его назначили председателем Московского горкома КПСС Он казался москвичем Крепким сибирским мужиком Который наведет в столице порядок Потеряли чувство собственного достоинства Ну не потеряли, а затоптали его Но он очень тяжело переживал Все политические интриги Из-за чего у него постоянно болело сердце Горбачев его ругал В ту пору, когда Горбачев был начальником Ельцин был подчиненный Но он его сильно ругал И тогда же возникла негласная Необъявленная война Между двумя кремлевскими женами Наиной Ельциной и Раисой Горбачевой Раиса Горбачева все время была на виду Разъезжала с мужем по всей стране Произносила речи Вся страна с большой неприязнью Обсуждала ее наряды Она выглядела крайне самодовольной И страшно далекой от народа Отношения Раиса Максимовна и Наины Иосифовны Полностью соответствовали отношениям их мужей Эти отношения назвать хорошими невозможно абсолютно Сначала такой покровительной барской стороны Раиса Максимовна Естественно, она президентша Она первая леди Супруга Лариса Николаевича Вначале вообще была гонимая Наина Ельцина в конце 80-х Стронится внимания людей Ведет закрытый образ жизни На Октябрьском пленуме ЦК КПСС Ее муж обрушился с критикой на Горбачева Его в шею выгнали из власти Для самолюбивого Ельцина Это было страшным ударом А его жена считала, что это к лучшему Высокая должность мужа Ей казалось проклятием После того злосчастного пленума Ельцин попытался покончить с собой Позже он говорил, что это был просто несчастный случай Борис Николаевич ударил себя Или произошел каким-то образом удар Его грудной клетки О ножницы для резки бумаги Но в 91-м он отомстил Горбачева За все унижения и обиды Ельцин на танке стал символом Уже настоящей перестройки Свободной новой России А его бывший враг вернулся из Фороса Совсем другим человеком И другой теперь была его жена Она испугалась Она испугалась за него За себя, за ребенка За себя Когда они спускались в самолет Он был пьяный А по ней было видно Что она разрушена От того, что это чисто по-женски Она испугалась Страшная история с ГК ЧП Дала толчок смертельной болезни Горбачевой Раису Максимовну раздирало чувство обиды От которого ее здоровье становилось все хуже и хуже Теперь ее муж поменялся с Ельциным ролями И новый хозяин страны просто уничтожал Горбачева Чего только стоило выселение с дачи в Барвике Которую Раиса Горбачева обустраивала с большой любовью Теперь там была другая хозяйка Естественно Раиса Максимовна смотрела на Ину Остину Глазами обиженного И справедливо в чем-то Несправедливо в чем-то обиженного Михаила Сергеевича В 90-е России правил человек Который очень любил пышные застолья И кремлевская элита много времени проводила Поднимая тосты за хозяина страны Чаще всего Это было в загородных резиденциях президента Собирался очень узкий круг людей Обильно ели, обильно пили Очень мало говорили о чем-то возвышенном Очень много восхваляли президента Другой тип приемов это официоз Это где-то в Кривле Может быть на встрече какой-то делегации Или какая-то дата Какой-то государственный праздник Там присутствовали Кремлевские жены Но они были бессловесны В этом отношении ничего по сравнению с эпохой застоя не изменилось В начале 90-х жены молчали Никогда не дружили Старались держаться в тени супругов Главным примером всегда была Наина Ельцина Никаких дорогих украшений и нарядов Лишних улыбок и милой болтовни Революция кремлевских жены Произошла В эпоху приватизации Тогда, когда появилась светская жизнь В Кремле стали бывать олигархи Которых сопровождали молодые и красивые жены Представители кремлевской элиты повально завели любовниц И многие старые жены стали вести себя совершенно по-другому Громко являя себя миру в сногсшибательных нарядах Подаренных разбогатевшими мужьями Но жена Александра Рудского Людмила Рванула в светское общество слишком, по мнению мужа, рано Тогда еще все кремлевские жены сидели тихо Людмила помогла Валентину Юдашкину открыть свой дом моды И получить прекрасное помещение на Кутузовском проспекте Она имела большие связи И Юдашкин предложил ей стать соучредителем фирмы Но супруг, по ее словам, запретил ей формально По документам становиться соучредителем Что потом как бы лишило ее дохода от этого дома И она всегда ставила ему это в минус Еще в 80-е годы он понял, что жена ему изменяет Людмила всегда утверждала, что это неправда А политик не стесняется говорить о том Что для других мужчин ужасный позор Я все время был на аэродроме и на службе Некоторые жены это выдерживали А она, видимо, сломалась Я сначала на похождение болезненно реагировал А потом просто плюнул на это все дело В 90-е они были уже почти чужими людьми Но разрушать свой брак Людмила не хотела В семье был достаток Прислуга, водитель, роскошная дача и квартира Она стоит сейчас миллионы долларов Это около парка культуры, на набережной Вернее, в двух шагах от набережной Прекрасное место, прекрасный дом Элитный дом Но в 93-м Людмила пережила настоящий шок Рудской задумал свергнуть Ельцина Объявляю недействительный указ Бориса Николаевича Ельцина 21 сентября 1993 года Номер 1400 Как противоречащий Конституции Российской Федерации Верховный совет отправил Ельцина в отставку Объявил Рудского президентом Это вообще событие довольно трагическое Потому что в стране реально могла начаться гражданская война Людмила пыталась отговорить супруга от этого шага Но он ее не слушал Она дико переживала Пила успокаивающие таблетки Не могла сбить высокое давление У Людмилы Рудской было два инсульта Один из них она получила, когда Александр попал в тюрьму Рудского освободили через 7 месяцев В связи с положением об овнести Принятым Государственной Думой Но суда над ним не было И вины он своей не признал И у Александра Владимировича Рудского Даже была возможность вернуться в политику И он вернулся Но в 94-м у Людмилы на нервной почве Случился второй инсульт Уже гораздо серьезнее, чем первый Отнялась половина тела На реабилитацию ушло полгода Она стала инвалидом Но Рудской в больнице был лишь дважды Он теперь был губернатором Курской области И это его интересовало больше Людмила с ним в Курск не поехала И осталась в Москве Что, конечно, было большой ошибкой Он познакомился и стал вместе работать Вместе со своей помощницей Ириной Поповой Которая младшего на 26 лет И еще до того, как он подал на развод Ирина дала интервью журналу «Профиль» В котором заявила, что с официальной женой Рудской давно не живет И у них с губернатором большая и чистая любовь На что тут же на страницах Совершенно секретно Откликнулась Людмила Рудская Больше всего меня возмутила ее фраза о том Что Рудской давно меня не любит И спит со мной в разных постелях Но не умная, мягко говоря, женщина Не бережет его авторитет Не возникало ли у вас желания Явиться в дом Рудского И попросту выгнать оттуда соперницу Ну а зачем? Хотя могла бы Мне и подруги советовали взять ее за волосы И дать пинка Но для этого мне пришлось бы надеть перчатки Чтобы не пачкаться Людмила Рудская Это, пожалуй, самый первый пример Кремлевской жены Которая пошла на скандал во время развода Когда кремлевская жена Открыто выступила с обвинениями В адрес мужа Которая открыто противопоставляла себя любовнице И открыто развязала войну Людмила начала затяжные бои За недвижимость и алименты Она считала, что потеряла здоровье За четверть века семейной жизни И муж ее должен содержать до гроба Но Рудской платить не хотел Началась некрасивая судебная тяжба Рудской хотел обобрать свою жену буквально до нитки Он хотел забрать прежде всего дачу В раздорах, которые они вместе строили когда-то У Рудского родился ребенок Его новая избранница рассказывала, что все у них прекрасно И все эти новости сводили с ума Людмила И она продолжала давать интервью В которых говорил о муже исключительно гадкие вещи Рудской не может иметь детей Вероятность того, что произошло чудо, очень ничтожная После операции на позвоночнике У него перестал вырабатываться нужный гормон Об этом меня предупредил в свое время один врач Мой большой друг Она считает, что в адрес можно внести любую чушь Врать нагло и околесить суд Старая жена смогла отвоевать роскошную квартиру Но больше ничего не получила Политик не хочет с ней общаться и не помогает общему сыну Этот брак для него остался в неприятном прошлом Точно так же, как его неумелая попытка свергнуть президента в 93-м 25 лет я с ней не общаюсь Легко говорить, слава богу 3 июля 1998 года В деревне Клоково-Нарофаминского района Московской области Был застрелен генерал Лев Рохов Прибывшие на место трагедии следователи допросили его жену Тамару И она призналась в том, что после ссоры с мужем Нашла в шкафу в коридоре пистолет Я убила мужа Как это убила? Я застрелила мужа Ну и потом рыдания какие-то На следующий день Тамара Рохлина от слов своих отказалась И стала говорить, что Рохлина убили ворвавшиеся в их дачный дом неизвестные люди в черных масках Но ее оставили за решетки Моя боевая подруга, которая прошла со мной все тяжести в жизни Тамары Рохлин вырос без отца, в очень бедной семье Старательно учился, стал профессиональным военным Тамара была хорошенькой медсестрой, мечтала стать врачом Тамара Рохлина и Лев Рохлин познакомились в больнице, где будущими генералами вырезали гланды В тот момент он был простым лейтенантиком Собственно, в больнице закрутился у них роман, горячий роман Копаясь в личной жизни убитого Рохлина, желтая пресса потом писала, что Тамара часто ему изменяла У нее было множество увлечений и романов во время брака со Львом Рохлиным Мимо такой женщины было невозможно пройти Конечно, это была красавица с черными глазами, очень увлеченная, декламирующая стихи Но другие говорили, побойтесь Бога Это была несчастная женщина, вся жизнь которой крутилась вокруг тяжелобольного сына Игорь заразился энцефалитом, когда ему был всего год от роду Произошло это в Туркмении, где служил тогда Рохлин Тамара считала, что муж мог спасти сына, но не сделал этого Важнее для него оказался раненый солдат, которому он и предоставил первому единственный вертолет в части Рохлина тогда чуть не на коленях стояла перед мужем, чтобы тот дал самолет, вертолет Но, как она сказала, Рохлин не дал вот этого самолета, вертолета Мальчика стали мучить тяжелые эпилептические припадки Врачи сказали, что он навсегда останется инвалидом Мать была с ним рядом каждую минуту Однажды он запустил матери голову чернильницей Но все ему сходило с рук, потому что мальчик был болен, его надо было баловать и любить А муж Тамары все время был занят работой После войны в Чечне он стал делать политическую карьеру Родина великая была, Россия огромная, единая, с недостатками, но которых можно было бы исправить, как исправили их в Китае Рохлин стал депутатом Государственной Думы Его принимали в Кремле Но жену он с собой никуда не брал И дома бывал очень мало Отношения в семье были просто ужасны Тамара обвиняла Рохлина в равнодушии к ней и сыну Он говорил, что она непотребно много пьет Жили они, как кошка с собакой То есть постоянные крики, скандалы Там были истории, что ее супруга обвиняли в том, что он бил свою жену Ее видели синяками Но она говорила своей подруге У тебя великий муж, у меня великий муж Делаем вид, что все хорошо Перед смертью Лев Рохлин вел себя очень странно Что дало потом повод для сочинения множества версий его убийства Он открыто угрожал президенту Сегодня первоочередной задачей является отстранение обновленности президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина Что он собирался сделать, осталось загадкой Свергнуть Ельцина, используя армию, которая была на его стороне? Выдать кому-то военные секреты, связанные с ядерным оружием России? В 98-м он никуда не ходил без охраны А вот про жену не думал Однажды Тамару схватили неизвестные Долго возили по всей Москве Измывались, пугали, вливали в горло водку В отношении ее были совершены преступные действия Это были не просто заверения и слова Тамары Павловны Это объективно подтверждалось определенными материалами дела Она была все время одна Наедине с агрессивным сыном Своей тоской и страхами Выпивала Но никто не видел ее потерявший человеческий облик К переживаниям за сына в конце 90-х добавилась боль Которую доставляла дочь Елена Еще при жизни генерала Елена вела неформальный образ жизни Лев Яковлевич сильно переживал, что она подсела на наркотики Но что не так в его семье? Почему все так несчастны? Роклин задуматься об этом не хотел Или не мог? Потому что кремлевские интриги совершенно помутили разум генерала 3 июля 1998 года Семья собралась отпраздновать день рождения его сына Игоря Тамара накрыла стол Ждали отца до 11 ночи Роклин приехал, как обычно, злой Поругался с женой и удалился спать Тамара опять осталась одна Глотая слезы Я, наверное, это самое, не права Но когда Тамара его застрелила Я сказала, я была бы его женой Я бы его давно бы убила Потому что, наверное, он был очень тяжелый в семье Генерал был убит в своей постели Из собственного оружия Пуля попала в висок Я, конечно же, изучил материалы дела И, конечно же, те материалы дела, которые я изучал Вселили в меня веру в то, что Тамара Павловна Роклин Не причастна к этому убийству После убийства она выглядела невменяемым человеком Была проведена экспертиза Суд признал ее виновной Тамаре дали 8 лет в колонии общего режима Но потом срок сократили в два раза Она отсидела 4 года И ее отпустили Было признано, что преступление она совершила в состоянии аффекта Но споры о том, убивала ли она своего мужа Или это сделали другие Или другие просто довели ее до этого И идут до сих пор Это было построено так грубо И не чисто Что Просто говорить не о чем Я думаю, что она никакого отношения К этому убийству не имела Она вернулась домой Но семья была уже окончательно разрушена За бесценок Роклины продали дачу Потом поменяли хорошую квартиру на хрущеву Тамара превратилась в одинокую несчастную старуху Дочь Кутила и даже проиграла И продала ее норковую шугу И памятные часы отца Роликса за 16 тысяч долларов То есть буквально все деньги и наследство уходили у них из рук Она живет исключительно ради беспомощного сына С ужасом вспоминая 90-е годы, когда ее муж полез в большую политику, не сняв сапоги И используя грубые правила армейской жизни Еще один генерал Александр Лебедь жену свою очень любил И ласково называл ее Лебедушкой Вместе они прожили больше 30 лет И выглядели всегда как молодые влюбленные люди Они непроизвольно брали друг друга за руки Не под руку, а за руки Если мы все это возведем в квадрат, в куб, в десятую степень, в любую степень Этого будет мало Мало будет сказать о том, что он ее любил и обожал Они познакомились в Новочеркасске на заводе Лебедь устроился работать шлифовщиком После того, как его трижды не взяли в летное училище Инна была комсоргом цеха Разве я в него влюбилась как мужчина? Нет, не сразу Они поженились, когда Лебедь учился в Рязанском десантном военном училище Им было всего по 20 лет Родители просили их не торопиться Но через год они уже имели сына И совсем скоро появилась дочь И Инна стала профессиональной женой военного Которая моталась с ним по гарнизону У нас никогда не вставал вопрос Хочу или не хочу Я никогда не задумывалась об этом Если ему надо куда-то по службе ехать Я просто как бы должна быть рядом Такой вопрос не стоял Инна Лебедь станет потом одной из самых нарядных и красивых кремлевских жен И в Москве, и в Красноярске Все будут обсуждать ее шубки, украшения и красивые волосы Но до этого она четверть века жила очень скромно Зарплата у мужа всегда была небольшая Но в доме был уют Всегда пахло пирогами И все понимали Верховный главнокомандующий в этой семье Совсем не Лебедь Было понятно, что вот Лебедь Он всегда такой Челка А дома Зайки Как и многие другие генералы, которые сделали потом политическую карьеру Лебедь прошел Афганистан И когда его третьему ребенку было чуть больше года Инна получила похоронку Из Афганистана пришла весть, что Лебедь погиб Инна прижимала к себе дочку и твердила, что в это никогда не поверят И вскоре ей сообщили Это ошибка Высшие чувства Александра Ивановича в своей жене Они были искренними До запредельности Я так бы сказал, что так уже жен своих офицерами любят Лебедю все время казалось, что Инну у него отобьет И он готов был драться с каждым Кто оказывал ей даже незначительные знаки внимания Вот они заходят сына Александровна И один из заместителей кинулся помочь Инне Александровне пальто снять Я думал, Александр Иванович его сейчас просто на месте здесь разорвет Он тут же сказал Свою жену раздеваю только я сам В 91-м он попал просто в страшный переплет И метался, не зная, на чьей стороне остаться Потом его бросили в горящее Приднестровье Дальше была Чечня Касавюртовские соглашения Лебедь стал фигурой, как ему казалось, большого масштаба Политика это место, куда сливаются неудачники, авантюристы Проходимцы Люди с психологическими комплексами и так далее Которые свое достоинство оставили в прежней биографии Вот у Лебедя так и произошло Вполне достойная биография на военной службе И с моей точки зрения постыдная биография политики Его использовали и Березовский, и Ельцин И все остальные, кто там пытался Лебедем управлять Лебедь пытался сам управлять кем-то Но оказалось, что управляли ими Политические интриги оказались куда страшнее поля настоящего боя За пять лет вращения в кремлевских коридорах Лебедь из храброго генерала превратился в очень нервного человека Он, значит, приносил домой не только зарплату Не только, так сказать, какую-то свою боль, усталость И, может быть, раздражение Он туда приносил, в семью еще и свои проблемы И, по всей видимости, Инна Александровна умела их тушить В 96-м Александр Лебедь двинул в президенты И больше всех его поддержала супруга Не понимая, что чем больше власти будет в руках у мужа Тем труднее будет сохранить семью В предвыборной гонке она готовилась как к юбилею Или поездке на дорогой курорт Шила новые наряды и подбирала эффектные аксессуары Появились большие деньги Он переехал в другую штаб-квартиру, целый особняк Там вокруг него начали бегать ординарцы в больших чинах Приезжали люди с большими деньгами Выстроила свою очередь олигархов На выборах он набрал 14,5% голосов Это был огромный успех Но честолюбивая Инна сказала Мало Вообще-то я так рассчитывала на больше Ну, это был первый Лебедь слил свои голоса Борису Ельцину В благодарность президент назначил его секретарем Совета безопасности А потом на храпистый и шумный генерал ему надоел Высокую должность Лебедь потерял Инна была очень расстроена И Лебедь увез ее в Париж Она была в Париж И он сделал все так, как будто бы Париж был к ее ногам положен Они плыли на кораблике по сине Горели свечи Все было похоже на свадебное путешествие Которого у них в голодной юности, конечно, не было Но эта идеальная пара не выдержала испытания красноярской эпопеи Лебедя Он решил пойти в губернаторы Предвыборная кампания была тяжелой и грязной Красноярский край тогда раздирали олигархи и королей криминального мира И рядом с Лебедем появилась Людмила Селиванова Авторитетная дама из Москвы После того, как Лебедь стал губернатором, она стала его заместителем И имела на него большое влияние Селиванова была талантливым экономистом и куда умнее генерала Поселилась она в губернаторской резиденции «Сокол» и восклавила общее руководство экономикой Вскоре в области разгорелся скандал Селиванову обвинили в том, что она ездит на «Мерседесе», подаренном ей членами ОПГ Струганова Больше известного как Паши Цветомузыка В крае многие считали, что Людмила Васильевна быстро стала не только доверенным лицом губернатора, но и его любовницей Говоря, говорили и пусть говорят, что он изменял жене с нею И что она якобы чуть не в драку с ней лезла Жена Лебедя какое-то время отдалилась от мужа Ее безграничная власть над ним ослабла В Красноярске теперь была другая женщина, которая рулила этим, по сути, бесхребетным генералом Но у них было трое детей и 11 внуков И длинная счастливая жизнь вдвоем Инна не могла разрушить семью И все равно очень любила мужа 28 апреля 2002 года губернатор Красноярского края и семеро его спутников разбились при крушении вертолета 23 числа собирались здесь дома Дети, внуки Он был очень счастливый Очень тепло побыли вместе Старший сын ему внука очередного подарил Вертолет упал на линию электропередач Очень жалко было Там погибли журналисты, с которыми мы работали Его было страшно жалко Одни уверяли, что авария была подстроена Мол, враги хотели уничтожить мощного конкурента Ельцина Другие говорили, что всему виной своенравный характер генерала Он велел лететь слишком низко и быстро Нарушив элементарные правила безопасности Ему сказали пилоты, нельзя Он сказал, лететь Под мою ответ Там вечеринка была Инна устраивала Он должен был поспеть на вечеринку С ним прощались сначала в Красноярске Потом Александра Лебедя привезли в Москву Людей было очень много Его любили и уважали Несмотря на все политические ошибки И рядом с гробом все время была его жена Инна держалась как могла И разрыдалась только в финале этой бесконечной драмы У нас не было очень спокойно, защищенно Через полгода вдова открыла в Тверской глуши Где у Лебедя был небольшой дом Деревообрабатывающее предприятие Купила станки, наняла рабочих Ей помогал Максим Игнатьев Молодой мужчина, бывший телохранитель и помощник Лебедя Он понимал, что Инна должна быть в пределе И тогда она выживет Иначе она сойдет с ума Их маленькую фабрику шесть раз пытались сжечь Бизнес Инна Лебедь в итоге закрыла Она переехала в Подмосковье Где по-прежнему рядом с ней был Максим Игнатьев Который младше на 20 лет В 90-е россияне испытывали кремлевским женам сложные чувства С одной стороны им завидовали Они жили куда лучше, чем вся голодная страна Но с другой стороны в новостях показывали сюжеты Когда эти женщины плачут у гроба Высоких политиков убивали Или они сами очень рано уходили в мир иной Потому что не выдержали сумасшедшей кремлевской жизни Эти похороны лично организовал премьер-министр Виктор Черномырдин На скорбной церемонии присутствовали самые важные государственные лица Вице-премьер российского правительства Виктор Полиничко Был убит 1 августа 1993 года Шансов выжить не было, потому что машина была расстреляна вся, как решет У папы было около 20 ранений обнаружено Ему было всего 56 лет Виктор Черномырдин, который отправил Полиничко Разруливать напряженную ситуацию в Северной Осетии Был в состоянии шока Когда искали человека на зону осетин-ингушского конфликта 10 или 11 человек, которые отказались от этой должности Главы временной администрации в зоне этого конфликта А он бы туда приехал Виктор Полиничко всегда выполнял работу Которой однозначного отношения быть не могло Несмотря на то, что он был патриотом своей страны И каждый день рисковал своей жизнью Сначала он бился над примирением в Афганистане В 91-м его бросили в горящий Нагорный Карабах Где он нажил врагов с обеих сторон На него было несколько покушений совершено Одно из покушений – это выстрел из гранатомета Который стоял буквально во дворе Во дворе здания, где у них проходило совещание Его жена сходила с ума от тревоги Ей совершенно не было дела, кто прав в этих конфликтах и кто виноват Она безмерно боялась за мужа И просто служила ему и детям Познакомились и полюбили они друг друга в Сибири Виктор пригласил красивую Лиду в кафе на пельмени Быстро поженились На свет появились сын и дочь Потом Полиничко стал делать партийную карьеру В 80-е его отправили в Афганистан И Лидия проводила с мужем каждый свой отпуск Добираясь к мужу, рискуя жизнью У нее, когда она приезжала к папе, на кухне висел автомат И она всегда в шутку говорила, что если что, она будет отстреливаться В Азербайджан они поехали всей семьей И это был настоящий ад Полиничко спал по 3-4 часа Страшно переживал Его ненавидело множество людей Он попал в эпицентр страшного конфликта Перед зданием ЦК стояло две виселицы Которая одна предназначалась для него Она жила от покушения к покушению После одного из них Полиничко выжил лишь благодаря какому-то чуду В 90-е в России было много конфликтов на национальной почве В развалившемся Советском Союзе испарилась дружба народов И полыхали разные горячие точки Когда мужа назначили вице-премьером и отправили потом на урегулирование конфликта В Северной Осетии, Лидия чувствовала, что из Северной Осетии он живым не вернется Мама плакала чуть ли не на коленях Его умоляла не ехать Я тоже его умоляла Кто убил Виктора Полиничко, следствие установить не удалось Сообщить о страшном теракте К Лидии приехал премьер-министр Черномырдин, взяв с собой жену Он чувствовал личную вину в смерти Полиничко Дальше это уже были черные страшные дни Мы не могли понять, что случилось, как это случилось, за что И всех поразили выдержка и мужество жены убитого Полиничко Лидия не стенала, не билась в истерике Обошлась без таблеток Она давно понимала, что любимый человек вот-вот ее покинет Мужественно пережила Мужественно пережила Она, вот, как жена солдата, можно сказать Она, видно, была к этому готова В сентябре 99-го года не стала Раиса Максимовна Горбачевой Она скончалась от лейкоза, который вызвал страшный стресс, пережитый ей в 91-м На церемонии прощания с ней, которая длилась 6 часов С первой до последней минуты присутствовала жена президента Наина Ельцина Подругами они не стали И быть не могли Но своим поведением Наина Иосифовна как будто принесла извинения Раисе Максимовне и ее семье за то Что они претерпели когда-то от Бориса Ельцина Пройдет совсем немного времени И Ельцин ошарашит всю страну заявлением Что президентом он больше быть не хочет Я ухожу Я сделал все, что мог Это был самый счастливый день в жизни Наины Ельцина Ее муж пережил тяжелую операцию на сердце И уже не мог и не хотел удерживать власть любой ценой Она, конечно, мечтала просто Мечтала о том дне, когда Борис Николаевич вернется домой Скажет все Типа работа закончилась И она наконец-то получила то, чего не имели все кремлевские жены 90-х Наконец-то любимый человек был с ней А не со всей России Борис Николаевич у меня в последние годы вообще уже старался не отпускать Что я не выходила из дома Я говорю, а что? Что я должна делать? Он говорит, вот взять меня за ручку и сидеть со мной рядом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok